Всем привет! В сегодняшнем обзоре мы узнаем об интересном портативном паяльнике Kaivitz Kit S02, работающий от любого зарядного устройства с PD протоколом максимальной мощностью до 65 Вт и стандартным кабелем Type-C Type-C. У меня полная комплектация, но на сайте можно выбрать 4 варианта. Помимо самого паяльника мы получаем сетевой адаптер на 65 Вт, 5 различных жал, добротный кабель Type-C Type-C и сама подставка под паяльник. Комплектные жалы поставляются в отдельных пакетах и имеют маркировку BC2 это тип жала усеченный конус, BC3 тип жала скошенный цилиндр, KR это тип жала нож, B2 конус, ILS игла и K65 тип жала нож, но уже поменьше. Для работы паяльника требуется производительный сетевой адаптер, способный выдавать 20 Вольт и поддерживать PD протокол. В комплекте к паяльнику прилагается сетевой адаптер, выполненный с применением ГАН технологий и имеющий выходную мощность 65 Вт. Помимо работы с паяльником данный зарядник может обеспечить заряд и других гаджетов, так как присутствует классический USB-А разъем в дополнение к Type-C. Следующий аксессуар качественный Type-C Type-C провод с разъемами стилизированными под авиационные коннекторы, что выглядит прям круто. Сам провод мягкий, гибкий и довольно толстый, полсантиметра в диаметре. Подставка для паяльника есть и она ну такая себе нормальная. А вот и сам паяльник, он имеет небольшие размеры и удобную эргономику. Корпус алюминиевый, в нижней части расположен небольшой дисплей и пара кнопок управления. Ближе к жалу имеется мягкое кольцо с круглыми скосами с лицевой и обратной стороны, благодаря которым паяльник не катается по плоской поверхности. На нижней грани в небольшом углублении разместили разъем Type-C, заглушки нет. Для начала использования необходимо открутить фиксатор и вставить жало до упора, после чего без фанатизма затянуть гайку обратно и можно работать все быстро и удобно. Защитный колпачок фиксируется поворотом, так что в кармане самопроизвольно не слезет. Снимается и одевается с небольшим усилием, люфта никакого нет и случайно снять его уж точно не получится. Кстати, работать паяльник может не только от блока питания и от розетки, но также и от пауэрбанка, который может выдавать 9 вольт, так как это минимальная мощность, на которой может работать паяльник. Но имейте ввиду, что пауэрбанк должен быть заряжен, а то будет вот такая ошибка, как у меня. Помимо того, что производителем заявлена максимальная температура в 420 градусов, а минимальная ограничивается 80 градусами, паяльник имеет множество детальных настроек. Чтобы войти в настройки, нам для начала нужно вставить жало и нажать кнопку, показанную на дисплее. Мы видим нагрев паяльника. Далее зажимаем кнопки одновременно и видим меню. В меню можно настроить яркость, зажав правую кнопку, а потом настройка. Далее идет калибровка паяльника. Потом установка изменения температуры градусов Фаренгейта. Время сна. Я установил 3 минуты и потом паяльник засыпает. Температура во время сна у меня будет 100 градусов. Защита от детей. Поворот дисплея для работы левой рукой. Ну или правой. Вот сразу можем видеть, как дисплей перевернулся для работы в левой руке. И последняя, но важная настройка, это выбор принудительного напряжения. Для работы от пауэрбанка я, например, ставлю 9 вольт. Но также можно и не выставлять напряжение, так как после подключения к пауэрбанку паяльник сам покажет на дисплее напряжение, на котором он работает. Нагрев и мощность от пауэрбанка будут не максимально быстрыми, как от сети. Ну, где-то в дороге или просто без розетки, но с пауэрбанком, что-то можно спаять. Предлагаю замерить, за сколько секунд паяльник разогреет миллиметровое олово. Это от сети, а также от пауэрбанка. Продолжение следует... Я паять особо не умею, но мой хороший друг паяет отлично. И сейчас он вам покажет, как паяются очень мелкие детали этим паяльником. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, паяльник работает при малом напряжении, так что можете не бояться, что вас может шандарахнуть током, а то мало ли... Ссылка на этот набор есть в описании под видео. Там же можете выбрать для себя любую комплектацию. Напишите, что вы думаете про данного помощника. Нужно вам такое устройство, пригодилось бы или нет. Мне интересно. И скоро увидимся.